всем привет решил я сделал такой экспериментальный обзор на пиво прямо на улице на природе значит и так далее сегодня на обзоре нас белый медведь крепкая 8 градусов пива стоит он в принципе недорого 43 рубля всего лишь я его купил 43 рубля до захотелось мне крепкого пива немного попить вот собственно немного уже выпил и так далее 8 градусов тут всякие значки гост не гостом и и так далее да вот видите вот так секундочку пил его белый медведь крепкая светлая написано пастеризованная экстрактивность 16 алкоголь 8 нормально такая скажем так классика для крепкого пива по показателям скажем так вот углеводов где они тут 4 и 1 это нормально не так уж и много потому что в некоторых видов крепкого пива у нас россии бывает такое что угли углеводы слегка завышены там 6 углеводов там шесть половины этого слишком много уже то есть когда слишком много углеводов крепком пиве она это пить самое пиво портится как бы лично как по мне я не знаю кому как потому что он становится полутать не сахарным сиропом уже это все и вреднее для сосудов да и принципе меньше приятного когда пьешь 41 градус 4 1 углеводов это нормально не так что много так что то сказать можно сейчас секунду состав теперь если камера конечно работать захочет в общих так вода питьевая сол пивоваренный ячменный ячмень и хмели продукты все дальше гост какой-то идет и так далее так из о это изгодовитель оказывается а.б.ин.б. эфес оказывается вот пивоваренной компании которые до хрена разных брендов выпускает эфес пилснер по моему еще клинская по моему еще стелло арту а еще какие-то они там варят я точно не помню уже вот это обив инвест эфес ой а блядь об оба инвест эфес вот опода значит дохрена разных марк выпускает я уж точно не помню вот некоторые назвал да и какой тут именно филиал мне суть дела какая хрена разница в принципе ладно сейчас секунду я еще на паузу нажму попью еще маленько ну чё тут нахрен сказать можно в принципе то я его пью уже не первый раз как бы за последний наверно год за последний год наверное ну раз шесть его уже на где-то 6 6 раз примерно пью за последний год плюс-минус вот ну и когда-то несколько лет назад тоже его пробовал пару раз тоже короче не первый раз его пью а если вкратце чем можно сказать ну для крепкого российского пива за 40 уж три рубля тем более но это хорошее пиво я даже скажу я должны то что же он нормальная да я даже скажу она хорошая то есть действительно хороший пиво 8 градусная да вот если брать крепкие разновидности пива российские ну и плюс еще цену если учитывать 43 рубля еще раз напоминает даже без акции она 43 рубля стоило вот я не знаю в каких магазинах сколько не стоит да но я купил за 43 за такую цену как бы в принципе почти можно сказать бюджетные пиво да но это хорошие пиво я не знаю вот его сейчас полбутылки выпил вообще никаких неприятных эмоций у меня не возникло вообще то есть вот в отличие от некоторых других разновидностей пива которые я периодически ну брал там пробовал и так далее у меня даже на обзоре некоторые экземпляры есть который не особо это значит хорошее пиво то есть реально ну блять достойное я не знаю как сказать она приятно пьется после вкусе небольшая сладость чувствуется как бы но она умеренная абсолютно то есть не не приторное пиво как некоторые бывает приторный да здесь она не приторный но в то же время она немного сладковатое то есть совсем прямо слегка вот здесь есть и солодовый вкус легкая сладковатость и хмельной вкус тут есть и крепость чувствуется кстати и крепость чувствуется да но тут при этом при всем не чувствуется спирт тяги искусственные то есть вот как ни странно спирт тяги с искусственно не чувствуется в отличие от балтики девятки вот но конечно нет гарантии сто процентов что здесь вообще не сколько спирта не добавили искусственно да то есть я не говорю то есть вполне вероятно вполне возможно что и добавили капельку спирта хрен его знает да просто испирт возможно тут немного замаскирован вот этим всем солдом и сладковатость вот этой вот то есть возможно немного перебить поэтому на сто процентов спиртно чувствуется вот хрен almost на и до но по крайней мере в процессе питья спирт тяги не чувствуется вот вообще про мне чувствуешь чувствуется конечно небольшая бюджетность тут но за 43 рубля тут придираться не буду вообще да и в принципе а если среди дорогих искать крепких видов пиво я не знаю ассортимент у нас в россии не такой уж и огромный по поводу крепкого пива в основном если крепко идет она идет не очень не самый дорогой то есть я еще не видел каком крепкого пива за 100 рублей то есть по крайней мере например да у хрен его знает то есть по поводу крепкого пива выбор меньше а выбора у нас меньше чем среди слабого его ну короче я не знаю блять я не знаю это можно спокойно брать пить и не придираться короче если требования не особо завышенные короче нормальный пиво могу посоветовать за такие за адекватные деньги но если бы она стоила рублей 70 там и так далее то за 70 рублей то блять навряд ли бы его взял ну хотя хер его знает вот потому что как-то именно чувствуется что он по вкусу и так далее не тянет может на 70 рублей давно за 40 хорошо прямо вообще то есть вполне его можно пить короче говоря вот но видео чисто для тех кто уже и так периодически понемногу пьет пиво напоминаю уже в каком-то видео говорил если вы не пиво не пьете алкоголь не употребляется то вам и не надо начинать и не надо пить никакое пиво абсолютно то есть вот я чисто взял для разнообразия сам я очень редко пил ну там алкоголь да вообще если пьют а понемногу то есть я не набухиваюсь не нажираюсь в основном и так далее вот чистая с другой целью беру сегодня просто немного стресса немного вся херня и мне захотелось немного крепку пево немного выпить чисто по пол бутылки можете так далее кстати меня час такой бывает же пол бутылки выпьев все остальное время остается даже добивать не мы не добиваю до конца то есть вот то есть я не взял с целью нажираться я взял с целью немного попить не много нервы успокоит и все все дела просто и число для разнообразия крепко просто мне не захотелось светлого пива, ну, слишком водянистого вот это жидкого, да, оно мне просто поднадоело уже, вот и все, как бы. Лучше, я просто думаю, выпью такого крепкого меньше в количестве, но покрепче просто, вот и все, как бы. А так, короче, белый медведь, подводя итоги, вот этот 8-градусный, хороший, достойный пиво для российского крепкого пива за такие деньги. То есть, вполне советую. Все, пока-пока.